приветствую вас уважаемые господа и снова феликс с вами выдался прекрасный день начало февраля первые числа так не часто бывает прошлая зима была очень холодная ну вот а сейчас тепло и естественно люди стараются выйти на улицу подышать свежим воздухом походить полюбоваться океаном и люди кто выходной кто пенсионеры и те у кого обеденный перерыв у меня сейчас обеденный перерыв и я люблю быть у воды любоваться водой виды на воду меня всегда приводят к хорошим мыслям в общем то успокаиваются поэтому давайте мы с вами сегодня проведем такое время мой обеденный перерыв и совместим полезное с приятным многие некоторые из вас задают вопросы мне вот совсем недавно молодая пара из россии задали мне вот такой вопрос у них есть возможность приехать в америку и вот они думают ехать или не ехать спрашивают моего совета и еще ко всему они спрашивают а что в америке не так поэтому если вы заметили название вот этого видео рассказа что в америке не так ну давайте так сказать вот относительно этой пары молодой мы попробуем попробуем вспомнить что же в америке не так как в россии или как в странах бывшего советского союза ну что же начнем с того что ну во первых вы приезжаете как сразу как вы приезжаете вам нужно сразу думать о машине и наверное даже не об одной в зависимости от того в какой город америки вы приедете если вы приедете предположим сан-франциско чикаго лос-анджелес нью-йорк или бостон это крупные города и здесь естественно есть общественный транспорт если вы приедете в любые другие города америки то здесь общественного транспорта совершенно нет и вам будет просто необходимо иметь машину а может быть и две почему потому что если вы захотите устроиться на работу то работодатель сразу спрашивают если у вас машина работодатель должен быть уверен что вы не зависите от общественного транспорта и что вы вовремя приедете на работу и не опоздаете это очень важно машина здесь не роскошь а средство передвижения и вот это как раз не так как в бывшем советском союзе там машина пока еще роскошь я думаю и сейчас тоже следующее вы спросите сказали что молодая женщина собирается рожать где лучше рожать в россии или уже лучше в америке я думаю что лучше в америке потому что ребенок родившиеся в америке становится автоматически гражданином америке и это в будущем для вас будет помощь вам легче будет так сказать привязаться и легализоваться и так далее и так далее следующий вопрос вот родился ребенок роды проходят очень великолепно в американских госпиталях технологии очень высокие но роженицу отпускают домой буквально на следующий день здесь долго в госпитале не держат потому что это дорогое удовольствие пребывание в госпитале ночь стоит тысячи и даже больше поэтому стараются выписать если нет никаких осложнений то выписываться сразу на второй день декретный отпуск время присмотра за ребенком в америке 20 недель то есть 12 недель это оплачиваемые то есть идет зарплата та которая была до родов а восемь недель за свой счет то есть за этот период компания держит ваше рабочее место за вами вы просто обязаны вернуться на работу после этого периода если нет ваша работа вы теряете свою работу здесь работа очень важно есть работа в америке значит вы живете нормально вы можете оплатить свои расходы квартиру и так далее и так далее так далее поэтому все держатся за свою работу что делают в таком случае если нет бабушек которые могут присмотреть за своими детками внуками то нужно приглашать baby sitter а то есть это няня няня в америке очень дорогое удовольствие женщины идут на работу после родов и месячная зарплата то что они зарабатывают они отдают няне вот такой парадокс но что делать нельзя потерять работу ребенок растет и естественно нужно определять какой-то садик садик американский садик питание не такое которому привыкли наши российские дети и поэтому там все это приготовленное такое замороженное в микровей подготавливают ну в общем вот так они кормят детских садиков естественно наши русскоязычные стараются отдавать в детские сада где хозяева русские все-таки совсем другой уход и питание русские все-таки готовят для деток питание такое как вот мы привыкли это тоже не дешево это стоит тоже денег поэтому желательно чтобы отец и мать работали для того чтобы можно было позволить в детский садик потом нужно думать о школе а здесь очень важное значение имеет школа то есть в богатых городах лучшие школы значит зависимости от того какую школу заканчивает ваш ребенок будет зависеть то какой университет или college он поступит то есть во первых какое образование получит лучших школах лучше образование и даже имя школы тоже играет роль насколько авторитетная эта школа поэтому русскоязычные значит иммигранты русскоязычные люди стараются отдавать своих детей лучшие школы они делают поезд на интернете узнают в каком городе лучшая школа и переезжают жить в тот город для того чтобы ребенок закончил хорошую школу плюс ребенок идет в школу начинаются новые проблемы ввести в школу на скулбасах на автобусах это стоит деньги это первое второе ребенка надо восемь часов или во сколько вот они назначают отвезти к автобусу но в 2.30 ребенка нужно в до около дома встретить потому что водитель не выпустит ребенка из автобуса если вы его не встретите поэтому вам нужно сделать такое расписание на работе договариваться не знаю как для того чтобы встретить своего ребенка но это еще не все следующая проблема в нашем штате ребенок не может быть дома до 12 лет один и это очень важно очень серьезно за этим очень следят если вы оставите своего ребенка и кто-то из соседей увидит то звонят в полицию и у вас она сильнейшие проблемы не завидую вам это очень очень серьезно поэтому нужно думать и на эту тему тоже вот видите чем отличается другой менталитет и я не знаю существует правило правило нужно исполнять закон нужно исполнять вот так привыкли американцы самого детства их обучает этому в школах вы хотите чтобы вас ребенок развивался физически значит надо его отводить на спортивные секции на дзюдо карате плавание и так далее так далее все это стоит немалых денег и ребенка нужно туда возить и забирать на это время нужно и деньги вы же не можете чтоб ваш ребенок отличался от других его студентов школьников которые занимаются спортом и так далее и так далее это все тоже нужно учитывать на дополнительные деньги дальше старшие классы 10 11 класс вы должны ребенок думает куда он будет поступать вернее вы больше думаете на эту тему и поэтому вы берете тьютеров что такое тьютер это преподаватель который дает дополнительные знания за дополнительную стоимость то есть если вы хотите если вас ребенок будет поступать в вуз где будет нужно знать химию математику дополнительно значит нужно платить деньги для того чтобы подготовить ребенка к этому потому что не во всех школах даются очень хорошие знания по таким предметам поэтому тоже дополнительные расходы начиная с 11 класса студенты школьники сдают такие тесты это государственные тесты по знаниям кстати платный тест это в течение одного дня целый день они сдают этот тест и какое количество очков там по всем знаниям свое какое количество очков они наберут этот результат этот результат они отправляют уже в несколько разных колледжей университетов и уже в 12 классе они получают ответы от этих университетов и колледжей кто согласно этих тестов какой университет принимает его на учебу если большие скорые если большие действительно очки много очков там я уже сейчас не помню количество то так как университеты частные и колледжи частные у них есть свои финансовые такие программы называются scholarship и вот эти отличники могут и университет может взять даже бесплатно то есть он оплачивает за их обучение поэтому учиться отлично здесь очень очень выгодно человек идет в университет те кто меньше набрал баллы значит нужно платить очень дорогое образование если родители не в состоянии оплатить за образование то студент берет талон то есть в банке берется суда беспроцентное и студент может отдавать эти деньги после окончания образования через полгода когда начинает работать вот так вот вкратце я описал вот такую жизнь от рождения до студенческих лет в америке вот так это здесь все работает еще я пропустил что дети в школе начинают 14-летнего возраста работают и учатся потому что я считаю это здорово потому что ребенок должен знать как зарабатываются эти деньги нелегко чтобы он знал как их можно тратить а сейчас я сейчас на экране видите люди гуляют выгуливают собаки вот смотрите в парке пишется что с собаками нужно быть только на шейнике держать и вот здесь на столбе видите зеленый такой ящик котором пакеты то есть пишется что за собакой в пакеты нужно убирать за своей собакой и должна поддерживаться чистота в парках и вот мы наблюдаем как люди гуляют с собаками давайте вот посмотрим это получилось случайно я этих людей совершенно не знаю и вы увидите как они действительно исполняют то что требуют от них они к этому привыкли а вот сейчас обратите внимание идет парочка выйдут две девушки смотрите как одевается молодежь вот тоже сравнение как одевается молодежь им так удобно вот так ходить им в этой одежде удобно две девушки гуляют с собакой и все нормально никакого культа одежды нет а вот смотрите другая девушка идет совершенно по-другому одета здесь каждый носит то что ему удобно и это прежде всего никто не не зацикливается на чем-то что модно не модно им удобно и все вот смотрите эта девушка вот к этому столбу подходит смотрите я случайно это заметил и решил вам показать пожалуйста берет пакетик и будет готова чтобы убрать за своей собакой вот так люди привыкли раз так положено значит это нужно делать и так в основном во всем в америке вот так люди привыкли исполнять все что требуется от них 95 процентов исполняют это точно ну что же вот такой небольшой небольшой экскурсия ответил на несколько вопросов ваши вопросы и надеюсь что я смог обрисовать вот всю картину это то что вас ждет по приезду в америке в америку и все что не то все что не так к чему мы привыкли в бывшем советском союзе вот в принципе все всем желаю удачи всего вам хорошего до новых встреч если вам понравилось мое видео пожалуйста подпишитесь на мой канал поставьте лайк и напишите коммент благодарю вас всех вам благ подписывайтесь на мой канал Редактор субтитров А.Семкин